Программирование математики Последний доклад, кстати, хорошо бы, чтобы сейчас температура была бы градуса на 3 поменьше, а кислорода бы, наоборот, побольше, потому что все, что связано с математикой, не очень будет восприниматься в такой атмосфере, поэтому сразу скажу вывод, математика иногда помогает. И еще у меня там будет живой пример, который, я надеюсь, будет полезен всем, то есть хотя бы что-то, я надеюсь, вы вынесете из моей презентации. Итак, математика и программист. При ответе на вопрос, в частности в Яндексе, где используется математика, как правило, очень частый ответ и вполне себе очевидный, что математика каким-то образом используется в большом поиске. У этого факта, как бы, к нему контраргументов не подберешь, действительно, то есть у нас есть прекрасный матрикс.нет, это такой метод машинного обучения, который позволяет в данном случае ранжировать результаты поиска. При слове машинное обучение, как правило, так как я образовательные программы представляю, студенты начинают скучать и каким-то образом думать о все очень сложно. На самом деле это набор некоторых магических методов, но если в них покопаться, они не магические, естественно, которые позволяют по какой-то небольшой выборке настроить алгоритмы, настроить формулы, подобрать в них коэффициенты таким образом, чтобы данный алгоритм работал на всей генеральной совокупности достаточно хорошо. То есть при поиске учитывается очень много факторов, их настолько много, что никакой человек не в состоянии перебрать это все руками. Все коэффициенты, которые будут оптимально удовлетворять его, тоже никаким образом руками не переберешь, поэтому используются методы машинного обучения. Про них я здесь говорить много не буду, потому что, ну понятно, там какая-то математика интересная. Я буду больше говорить про то, что математика иногда возникает даже в тех местах, которые являются неочевидными. То есть обычный вроде бы сервис, более или менее там скучный, либо не скучный, но тем не менее, вот математика возникает и там. На самом деле, если продолжить про машинное обучение, если наборов каких-то параметров не так много, вот, например, возьмем какую-нибудь Яндекс.Афишу, какую-нибудь она у нас одна, в ней нужно тоже каким-то образом ранжировать фильмы, то есть показывать более высоко те фильмы, которые должны показываться более высоко. Вот так вот задача стоит. Понятно, что это должно зависеть от каких-то параметров. Эти параметры можно каким-то образом подобрать. Ну, априори там сказать, что, ну вот, например, дата премьеры, что фильмы, которые являются премьерными, блокбастеры, они должны показываться, ну, где-то повыше. Возможно, там будет участвовать количество кинотеатров, которые будут присутствовать, ну, то есть, которые показывают данный фильм. Возможно, нужно принять во внимание отзывы пользователей, ну, либо их количество, либо, если мы сможем каким-то образом определять там положительность, отрицательность, то вот еще и положительность и отрицательность. Возможно, каким-то образом повлияют на положение фильма сборы. То есть, на самом деле, параметров не так уж и много. И здесь можно этот алгоритм, который в большом поиске, за него отвечает машинное обучение, набор каких-то коэффициентов, подбор их, осуществить вручную, причем не обязательно делать какую-то линейную комбинацию. То есть, туда могут входить параметры с разными функциями. Например, если вы не хотите, чтобы параметр сильно влиял, нужно взять логарифм. А если сильно, то давайте возьмем квадрат. Еще сильнее, давайте куб. Вот. То есть, вот с таким количеством параметров в состоянии справиться обычный какой-то перебор. То есть, человек может их каким-то образом поподбирать и найти те коэффициенты, которые максимально точно соответствуют требованию. Тот фильм, который должен быть в топе, он находится в топе. Вот. Для всего остального, то есть, когда перебор, то есть, пространство становится настолько многомерным, существуют магические методы машинного обучения. Кстати, если их начинать изучать, то, как правило, их начинают изучать с задачей о пассажирах Титаника. Она довольно классическая. То есть, издеваются над жертвами этой катастрофы. То есть, она звучит так, что вот мы берем некоторое количество пассажиров с Титаника, их там, ну, например, около 500, и пытаемся понять, что повлияло на тот факт, что они выжили или умерли. Вот. Каким-то образом мы можем так же, как и на Яндекс.Афише, попытаться ввести какие-то коэффициенты. То есть, ты мужчина, ты в третьем классе, ты полон сил, а, наверное, ты умрешь. Вот. То есть, ввести какие-то баллы выживания, ну и, соответственно, образом потом на остальных пассажирах Титаника их проверить. Ну, насколько наша формула соотносится с реальной действительностью. Вот. Если она соотносится хорошо, мы хорошо подобрали формулу. Так вот, машинное обучение, оно про то, что когда пространство слишком большое, это все подбирается специальными алгоритмами, они все являются вероятностными, но, тем не менее, к какому-то хотя бы локальному минимуму они нам все это сведут. Для этого обязательно нужна обучающая выборка. На самом деле, Матрикс.нет применяется не только в поиске, но и в различных других областях народного хозяйства Яндекса. Вот. В частности, Матрикс.нет используется для того, чтобы мы следили за тем, насколько качественно предсказывается погода на сервисе Яндекс.Погода. То есть, опять-таки, что с погодой может быть не так? Мы предсказываем какую-то погоду, вернее, не совсем мы, а наши поставщики. Мы работаем с несколькими поставщиками. Мы предсказывали погоду два дня назад на сегодняшний день. Наступил сегодняшний день, и, как вы понимаете, погода может быть другой. Поэтому можно строить разные графики, то есть, насколько сильно отличается то, что мы предсказывали от того, что получилось на самом деле. Делать это, может быть, с несколькими поставщиками. Всю эту информацию, казалось бы, для того, чтобы понять, хорошо или плохо, можно просто посмотреть на график, зачем же использовать. График сильно разошелся, это плохо, не сильно, хорошо. Зачем какой-то Матрикс нет? Дело в том, что таких графиков их очень много, потому что есть очень много метеостанций, очень много городов, очень много дней, и как-то просматривать, или держать человека, который будет оценивать 48 часов в сутки графики, насколько они там похожи, на действительность это как-то затруднительно, поэтому здесь тоже на помощь приходит Матрикснет. Если сказал сначала, что не буду подробно про машинное обучение, а потом начал подробно. На самом деле, очень много алгоритмов машинного обучения содержат в себе основы математической статистики, и теории вероятности. Математики, которые занимаются проблемами машинного обучения и проблемами преподавания, на самом деле в последнее время склоняются к тому, что хотелось бы вот с две этих прекрасных дисциплины, тервер и статистику, сдвинуть куда-то в школу, для того, чтобы дети понимали, зачем им математика. Потому что когда они вычисляют производную, то как-то у них не возникает такой мысли, что это пригодится в жизни, и случится какой-нибудь такой случай, что вас подстережет банда грабителей и спросят производную. Если вы ответите правильно, они вас отпустят. На самом деле как-то нет. А вот примеров использования тервера и статистики в реальной жизни их достаточно много. Ну вот один из них я приведу. Это тот самый пример с пользой. То есть если... Ну должна же быть какая-то польза от доклада. Вот классическая задача, в которой почти все, как правило, ошибаются. Задача про то, что... Ну вот представьте, что мы все живем в Екатеринбурге, это довольно большой город, и вдруг этот город поразила какая-то интересная болезнь. Она была довольно избирательной. Заболел примерно один человек из тысячи. И, соответственно, есть какой-то тест, который определяет, больны вы или нет. Причем тест довольно-таки точный. То есть в 99% случаев он говорит правду. То есть если вы больны, то он говорит, вы больны. Если не больны, вы не больны. То есть процент срабатывания, так называемые ложно-положительные, ложно-отрицательные результаты, он всего лишь, ну то есть очень маленький, 1%. То есть казалось бы, очень надежный тест, 99%. Вопрос такой. Если вы мучились-мучились, пошли в какое-то медицинское учреждение и решили провериться, есть ли у вас такая болезнь, и результат теста положительный, вопрос, с какой вероятностью вы больны. То есть нужно ли на самом деле, то есть в этом случае выпрыгивать из окна, прощаться с жизнью, ну вдруг болезнь смертельна. Вот будут ли у кого-нибудь предположения? А? Вот, а еще какие есть? Меньше процента. Ну с вами неинтересно. Да, так многие думают. На самом деле, давайте примерно посчитаем правильный ответ. На самом деле, конечно же, вы больны не в 99% случаев. То есть не надо, если такое произошло, сразу выбрасываться из окна. Надо вспомнить математику. И посчитать этот прекрасный процент. Дело в том, что, например, что произойдет, если мы решим вдруг произвести тотальную диспансеризацию всего Екатеринбурга? Как мы видим, тест ошибается в одном проценте случаев. То есть примерно 14 тысяч жителей Екатеринбурга получат положительные результаты. А больны, как мы помним, только около полутора тысяч. То есть получается, что 12,5 тысяч получат такие положительные результаты совершенно зря. И может быть, некоторые из них все-таки из окна выпрыгнут. Потому что они не знали математики. А на самом деле, да, вероятность того, что вы больны, она повышается, конечно же, таким тестом. То есть с 0,1% до примерно какой там там, до 0,1%, но тем не менее, то есть это существенно повышает, но тем не менее, это даже меньше 1,2%. То есть вы все равно, скорее всего, здоровы. То же самое работает с реальными заболеваниями. Рак. Не буду там другие слова произносить. То есть вот, пожалуйста. И вернемся к примерам из Яндекса. Ну вот, то есть сейчас я покажу некоторый ряд примеров, где математика вроде, ну как бы, то есть не подразумевалась. То есть это небольшой поиск, не нечто страшное, тут нет никакой кластеризации, еще чего-то, но тем не менее она всплывает. В очень многих сервисах, в очень многих работах идет работа с картами. И как это ни странно, но Земля имеет форму почти шара, то есть это не плоская штука. В связи с этим возникает несколько проблем. Несколько проблем. Ну, во-первых, так как Земля — это шар, то сложно ее отобразить на плоскости. Та проекция, к которой мы все привыкли, это так называемая проекция Меркатора. На самом деле она чудовищно искажает нам реальное положение вещей. Вот, например, сторона каждого из этих квадратиков, она равна 20 градусам. То есть вот этот квадратик, на самом деле. Вот. То есть вот это 20 градусов, это 20 градусов. То есть в проекции Меркатора искажения нарастают от экватора к полюсам. То есть и чем дальше к полюсу, тем больше вытянутость. Из-за этого, если мы посмотрим на Гренландию, она примерно размером с Африку. Хотя на самом деле гораздо меньше. А если мы посмотрим на Антарктиду, то мы вообще подумаем, что надо срочно ее осваивать, потому что, ну, смотрите, какие большие территории. Вот. То есть это точно... Вот. И даже наша прекрасная страна, которую мы все привыкли видеть вот так вот, она немножко уже. Где-то примерно в полтора-два раза. Вот. То есть удивительно, но факт, то есть надо почаще смотреть на глобус. Мы очень часто смотрим на карты, и поэтому, естественно, мы видим все в искаженном виде. Ну и так как она круглая, то кратчайшее расстояние между двумя точками на нашей прекрасной планете — это дуга окружности. Вот. Поэтому, если мы изобразим на карте, как летают самолеты, то они почему-то летают вот так вот. А хотя, казалось бы, прямое расстояние... Ну, может же, проще. Зачем вот это вот... Причем некоторые очень сильно наверх забирают, то есть летят чуть ли не через Северный полюс. Вот. Что нам с этой шарообразностью делать? Дело в том, что если мы хотим рассчитывать расстояния на Земле реальные, а не какие-то абстрактные, то есть не делать очень больших ошибок, такие, как есть в проекции Меркатора, мы должны учитывать. И если мы ищем там ближайшее метро к кинотеатру, там, ближайшая метеостанция к рену города, рассчитываем расстояние между двумя городами, то есть на самом деле не должны быть расстояния настолько большие, чтобы шарообразность проявила себя, мы должны ее учитывать, то есть где-то взять какую-то формулу интересную и по ней посчитать. То есть как с гипотенузой, там не получится. Вот. Ну вот небольшой пример использования математики из сервиса Яндекс.Такси. Дело в том, что Яндекс.Такси партнеры, которые используют наш сервис, у них есть разнообразная тарификация, ну вот сейчас мы говорим про нашу прекрасную Москву, есть естественно разные тарифы, в зависимости от того, находитесь вы в пределах Москвы, выезжаете ли в Замкат, далеко вы выезжаете из Замкат и так далее. И вот нужно каким-то образом, зная начальную и конечную точку, определить, все-таки выезжаете вы из Замкат, то есть в остальную Россию или все-таки нет. Ну, задача-то вполне простая и вроде как бы геометрическая, но да, действительно. Поэтому МКАД у нас хранится как некоторый выпуклый четырехтысячеугольник. Вот. И мы легко, применив знания там из геометрии, можем узнать, принадлежит ли точка, то есть лежит ли точка внутри МКАДа или Замкатом и сколько раз она пересекает. На самом деле, даже хранится, ну, то есть внутреннее кольцо МКАДа, внешнее кольцо МКАДа, потому что машина может ехать просто по МКАДу. Вот. То есть вот возникает вполне себе такая геометрическая задача. Ну, тоже не столь сложная, как машинное обучение, но тем не менее приходится лезть в интернет. Ну, еще какой-нибудь такой пример. из сервиса Яндекс.Расписаний. Вот, например, есть такая прекрасная задача, которую я вот тут пытаюсь решать. Дело в том, что у меня отец живет в канадском городе Виннипек, и если я хочу съездить к нему в гости на каникулы, вот, то получается, что иногда есть вот такие вот варианты. то есть полететь самолетом с тремя пересадками. Так вот, для того, чтобы рассчитывать оптимальные маршруты, на сервисе Яндекс.Расписаний используются алгоритмы работы с графами. То есть когда, ну, понятно, там напрашивается сразу граф, есть ребра, есть вершины, есть какая-то, ну, абстрактная стоимость прохождения по этому ребру. Мы можем оптимизировать, например, время, там, может быть, стоимость и так далее. Вот. И используя прекрасный алгоритм А со звездой, мы, ну, на самом деле, некоторую его модификацию, мы можем судить о том, там, сколько нужно сделать пересадок, ну, вот, чтобы я удручался и никуда не поехал в итоге. Вот. Ну, и подводя некоторый итог, то есть на самом деле, если вы разработчик и работаете над каким-то сервисом или над какой-то программой в каком-то проекте, то от применения математики, то есть вы же можете ее применять по своей какой-то инициативе, вы можете его улучшать, возможно, что-то получится быстрее, оптимальнее и так далее. То есть на самом деле, даже не имея какого-то специализированного математического образования, вы все равно время от времени вынуждены погружаться вот в эту математику. Ну, и дополнительным бонусом, помимо того, что ваш сервис, там, ваша программа становится лучше, является то, что чем больше вы углубляетесь в математику, тем более богатым становится ваш внутренний мир. То есть математика, конечно же, не единственный способ сделать свой внутренний мир богаче. Про некоторые я вообще не буду говорить, но тем не менее. Но один из самых дешевых, всего лишь карандаш, возможно, плед, и кресло удобное, и ваш внутренний мир зацветет, и вы будете чувствовать себя все лучше и лучше. А второй побочный эффект возникнет тогда, когда вы очень сильно разобьете свой внутренний мир, вы начнете терять старых друзей, потому что они будут вам неинтересны. Но, быть может, приобретать новых. Ну, в общем-то, вот все, что я хотел сказать за свой доклад. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Где возгласы? Мы за математику. Спасибо за доклад. Очень интересно и весело. Но вот такой вопрос, чисто в контексте программирования, иногда получается, что люди кусают себе за локоть, придумывают супер-пупер алгоритмы с применением сложных технологий и выигрывают на этом одну миллионную процента производительности, вместо того, чтобы просто взять и по самому простому алгоритму это все сделать. Имеет ли… То есть вот понятно, что внутренний мир – это вот… У меня такое ощущение, что внутренний мир, получается, это все-таки в изучении большая часть, а практически смысл – меньшая часть, что иногда можно просто сделать, тем более с современным ростом производительности вычислительной техники и кластеризации. Не имеет смысла столько лет совершенствовать свой внутренний мир, чтобы именно сделать свой сервис лучше. Ну, конечно, так бывает. Это я вот чувствую… Вот сейчас ту же неловкость, я обычно работаю со студентами и говорю, ребята, математика такая интересная, программировать так здорово, там, а потом из них многие устраиваются на скучную работу и… Мобильными телефонами торгуют. И я их там некоторым образом даже обманываю. Но нет, на самом деле бывает по-разному. То есть это может быть, это какой-то частный пример, то есть может быть ситуация, которую вы описали, но с другой стороны, очень часто применение каких-то известных алгоритмов, некоторых методов машинного обучения действительно ускоряет, может ускорить, может наоборот замедлить, но улучшить качество, например, в зависимости от того, что там нужно в данный момент сервису. То есть очень-очень много примеров, когда классические алгоритмы помогают. Более того, довольно много случаев, просто по своему опыту, когда переизобретаются классические методы. А это открыл какой-то дядька в 72-м году. Я как-то в 10 лет досадовался, что я открыл какой-то алгоритм рисования линии по точкам, а оказывается его какой-то дядька в 56-м году, по-моему, сделал. Теперь нет никакого алгоритма Бибилова. То есть возможно обратная ситуация. Ну то есть это как получится, конечно же. То есть на самом деле очень-очень местами сильно помогает. Но опять это не значит, что там нужно контролировать, какой процент математики в вашем проекте там. Но тем не менее. Спасибо. Да. Спасибо, Вань, за вдохновляющий доклад. У меня вопрос такой философский. Вот я вдохновился, и ты рассказывал про афишу. Афишу надо аранжировать фильмы, матекс.нет. А там расписание нужно… матекс.нет, матекс.нет, матекс.нет. Вот когда я смогу для своего хобби проекта воспользоваться матекс.нетом как облачным сервисом и заплатить там 5 рублей за каждый MapReduce. Ну в общем, когда, когда? Вот сейчас та же неловкость, как со студентами. Не знаю. Возможно наступит светлое будущее, а возможно не наступит. То есть планов по матексу для народа пока нет. Планов, если честно, я не знаю, то есть каких-то по поводу вот этой вот технологии. То есть на самом деле матрикс.нет использует… То есть у Яндекса есть некоторые планы по тому, чтобы использовать его совместно с, ну например, там ЦЕРНом. Вот он уже там трудился. Вот поскольку мы владеем интересными технологиями, алгоритмами, вот там геолога, разведка. То есть это что-то такое применимое в народном хозяйстве. Ну вот и большое. Когда это дойдет и дойдет ли вообще до обычных людей, а не отраслей народного хозяйства, я не знаю. Спасибо. Еще вопрос. Вань, ну все, спасибо тогда. Еще кто-то хочет? Еще вопрос вот там вот был, Андрей. Матрикс.нет – это классическая нейросеть с какими-то доработками Яндекса. То есть сейчас я попытаюсь показать этот прекрасный слайд. Лучше я, пожалуй, не скажу. Сейчас идею. Если коротко, то нет. Не классическая нейросеть. Сейчас очень популярна разная тема о построении искусственного интеллекта, замене каких-то человеческих профессий, там юриста, менеджера продаж на виртуальных, которые будут хоститься где-то. Есть ли такие направления развития Матрикс.нет-а? Ну, допустим, в строке Яндекса у кого-то какая-то проблема, как ее решить с точки зрения юриста? Ваш виртуальный юрист дает решение. Ну, я думаю, что до сильного искусственного интеллекта очень-очень далеко. Ну, то есть это такой философский вопрос. Я здесь отношусь к скептикам и, например, уже лет сорок похихикиваю и наблюдаю над робототехникой. Наверное, сейчас я наживу кучу врагов, которые мало куда движутся. Ну, я имею в виду не промышленных роботов, а виртуальных друзей. То, что подразумевается под сильным искусственным интеллектом. Ну, вопрос такой очень общий, не знаю. Опять-таки, возможно, мы дорастем когда-нибудь до такого. Мы как человечество изобретем сильный искусственный интеллект, и тогда, кстати, вообще все люди будут ненужны. Не знаю, не знаю. Моделируют классический человеческий мозг, нейроны, аксоны. Все это просто смоделировано в виртуальном пространстве. И цель какая? Я слышал, валивают сейчас миллиарды для того, чтобы реальных людей заменить. Это проще платить за электричество, чем за зарплату. Ну, на самом деле, про такие глобальные планы и инвестирование в научные исследования я не могу сейчас дать такой ответ. Ну, то есть, возможно, вы мне как-нибудь напишите, я что-нибудь отвечу. Ну, то есть, мне нужно проконсультироваться с коллегами, спросить их про планы. Возможно, он уже есть, но мы не говорим вам. Возможно, я робот, кстати. Ну, все, Вань, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ